В номинации «Прорыв года» в пятый раз подряд победил водопровод в Сызране, а еще в Екатеринбурге, в Ставрополе, в Москве и в Челябинске. В общем, стабильность наше все. Начинаем! А вот эту историю мне прислал мой знакомый, и она уже реальная, попросил придать огласке. Короче, в командировку человек поехал в город Энск, скажем так, чтобы не обижать местных жителей. Итак, поезд приходит в город в 6 утра, у Энске только одна гостиница, из всех платежных инструментов у знакомого моего лишь банковская карта была, ну не снял он в банкомате наличных, а в гостинице, как вы правильно догадались, только за наличку обслуживают, не принимают там карты. 21 век же на дворе спрашивает, а где банкомат? Банкомата нет, но есть отделение банка, правда, оно открывается в 8, может, кафе какое-то имеется, кофе попить пока есть кафе, но оно откроется вообще в 10. Одной фразой сидел мой приятель на лавочке у этого банка и ждал, когда отворят ворота. Отворили, наконец, парень снял наличность, и, ага, стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. В гостинице сказали, заселяем мы в 12.00, хотите сейчас платите за вторые сутки, а теперь к чему я вам это поведал? Это Россия, господа, и у нас тут все так, но мы при этом власти ругаем, просто повторюсь, это Россия, а это реальная журналистика, и мы начинаем трудно быть убогим в темах сегодняшней программы, поехали! Ну и раз пошла такая пьянга, давайте еще про банки и про российский пофигизм. Это уже со мной случилось. Звоню на днях в свой банк, спрашиваю, ребят, не могу попасть в мобильное приложение, что случилось? Милая девушка внимательно меня выслушала, а затем предложила их изменить кодовое слово, пароль, еще какую-то холеру. Я сделал, как она сказала, и тут леди меня обрадовала. Только вы транзакции в ближайшие сутки совершить не сможете, там что-то перенастроиться должно. Хорошо, я хоть продуктов успел купить, дот, ого, как мне помогли. Кладу трубку, и вдруг до меня доходит, что вопрос-то свой я ведь так и не решил, что снова звоню. Уже другая девушка предлагает мне опять изменить кодовое слово и пароль. Звучат комплименты, какой я замечательный клиент банка, какую-то там еще хинею несут. Я настаиваю, что меня интересует вопрос с мобильным приложением. Человек что-то там уточняет, я слушаю бесячую музыку, а потом, ах да, у нас тут возникли проблемы со связью, поэтому пару-тройку часов приложение просто работать не будет. Твою ж ты дивизию, дай бог всем вам, таким профессиональным ребятам здоровья. А я потом сутки тупо без копейки денег сидел, даже на транспорт не было. Хорошо, хоть не в командировке где-нибудь находился в чужом городе. Страна возможностей, чего вы хотели? Ой, Ленин такой молодой, а Катин зато при деньгах и квартире давно пора поднять и эту тему. Пенсионный возраст же в нашей стране повышать собираются, может с 1 июля, может чуть позже там как пойдет. Для мужчин, напоминаю, на 5 лет, для женщин на 8, ну что, бласты прямо на работе, видимо, склеили. За ту пенсию платить не придется. Господа, а кто, кстати, смотрел прямую линию с президентом 7 июня? Там главный на весь мир заявил, что поводов для беспокойства нет, впрочем, не в первый раз. И хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И опа, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Уже на следующий день, после той прямой линии, СМИ нас всех порадовали, ребята, готовьтесь. Крайнего начали искать по горячим следам, правильно, ну не может же, главное, такое непопулярное решение санкционировать, фактически пенсии народ лишит, ну, с учетом средней продолжительности жизни в стране, имеется в виду. Хотя оказалось не так-то просто найти этого злоумышленника. Можно провести пенсионную реформу, не трогая пенсионный возраст, и создать принципиально другую пенсионную систему. Здесь никаких потрясений не будет. И по всем вопросам, я просто хотел бы, чтобы меня прежде всего слышали наши люди, поразила, как тут же нарисовалась целая куча каких-то экспертов, которые давай пояснять озлобленным гражданам, зачем данное непопулярное решение все-таки принимается. Я, впрочем, так нигде и не услышал ничего более-менее внятного. Все стандартно, как в России, потому что гладиолус, ну так я вам давайте на пальцах объясню, по крайней мере, как я это вижу, просто денег нет, процитирую классика, так и быть. И вот на этот раз их нет реально. Подозреваю, что пенсионный фонд тот давным-давно вытрясли, как грушу. Там, если чего и осталось, так дырка от бублика не больше. Действующим пенсионерам как бы насобирать на подачки, а тут еще и вновь прибывшие нарисуются. Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в тысячу рублей. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, но, естественно, каждый пенсионер, но, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит по 12 тысяч в год. А как вы хотели! Мосты за 200 с чем-то там миллиардов ведь строить надо, чемпионаты мира организовывать нужно. Войнушка в Сирии и на Донбассе тоже денег стоит. Вы пропагандистов не забывайте оплачивать необходимо, чтобы промывали вам шапконосители о нашем величии. А эти тоже, между прочим, недешевые удовольствия. Та я или мои коллеги, которые ушли из большой пропаганды в свободное плавание, деньги привыкли зарабатывать. А какие-нибудь попов из Кобеева не умели этого никогда. Когда получать они умеют, идут в бухгалтерию родного ВГТРК пару раз в месяц и получают там свои 300-500 тысяч. Не сбрасываем со счетов, что пропаганда теперь в Рунете пытается обосноваться. Ну, знаете, фабрики троллей всякие или вот такие вот мегаблогеры, как этот. Думаете, оно само по себе появляется? Значит, о чем идет речь? Как только Медведев объявил о том, что правительство будет вносить законопроект о повышении пенсионного возраста, так сразу различные источники, особенно либералистического направления и патриотического направления, патриасты и либерасты здесь в одной связи, они все дружно завопили. Как же так? Владимир Владимирович Путин в 2005 году сказал, пока я президент, я не допущу повышения пенсионного возраста. А тут Путин не правительство, а тот Путин наплевал на свои обещания. Хотя, если совсем честно, я вот когда услышал этот бред, как-то взгрустнулось, что ли, и подумалось. То есть, либо человек-идиот, либо провокатор, потому что, ну сколько можно нести вот эту вот ерунду о том, что это все Медведев со своим правительством прям спит и видит, как бы нож-то в спину главному воткнуть, подставляет и подставляет Владимира Владимировича. А ничего, что Медведев человек из команды Путина? Или есть еще такие, кто за 18 лет этого не осознали? А ничего, что Медведев является председателем партии, на которую главный опирается? Ну и третий момент. Открою вам еще одну страшную тайну. Любой законопроект проходит в процессе принятия через три инстанции. Правительство его вносит в федеральное собрание на обсуждение. Ну то есть, в Госдуму, затем в Совет Федерации. Депутаты голосуют или не голосуют за проект данного документа. А затем он идет на подпись президенту. Поэтому, когда кто-то лепит горбатого, что хозяин-то ведь исключительно внешней политикой занимается, простите, но это, мягко говоря, не так. Хотя удручает-то все-таки не это. Удручает, что люди готовы верить в любое вранье. Ну мы же потому, что не умом всю жизнь, а сердцем решения принимаем. Рассчитывали на определенный возраст выхода на пенсию. Планировали. А им тут вот говорят, подождете. Расстроен этим. Потому что пока молодой, что будет, через 40 лет неизвестно. Я рассчитываю на себя, на помощь своих близких. Поэтому меня не волнует. В 60-65 лет, как бы, я не думаю об этом. Я так думаю, что все, что делает Владимир Владимирович, это только на улучшение жизни страны и всех наших граждан. Ну вот как-то так. Даже в такой ситуации люди готовы принять, что делаются такие вещи исключительно. Ну а благо, ага. А потом репу чешем. Ой, а что это было? Как же так? Бензин подорожал. Ой, поборы на самозанятых вводят. Тунеядцев штрафовать собрались. Пенсионный возраст увеличивать вместе с тарифами ЖКХ. А еще за сарай на садовом участке возможно платить придется мамочки. Когда же эти либералы проклятые вместе с Трампом успокоятся? Да когда отдельные наши граждане поймут, что голова нужна не только для того, чтобы есть всякую просроченную гадость из супермаркетов, а еще по ней иногда дуракам прилетает. Причем обратите внимание именно на дуракам, потому что там наверху дураков как раз нет. Все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать и над чем задуматься. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Бразилия чемпион. Россия. Охуяна, братан. Охуяна. Охуяна.